Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. Ремонтные работы по программе модернизации ЖКХ не завершаются вовремя. Асфальт проложили, про автобусы забыли. Госзакупки проявляют коррупцию. Отопительный сезон в Караганде начался еще в начале месяца. Однако не во всех домах завершены ремонтные работы по программе модернизации ЖКХ. Поэтому жители дома по улице Лободы, 43, до сих пор сидят без тепла. В непростой ситуации разбирались наши журналисты. Карагандинка Асия Ибрагимова взяла под попечительство пятерых детей. В этой двухкомнатной квартире живут всей семьей. Все бы ничего, если бы в квартире было тепло. Из-за незавершенных ремонтных работ по модернизации ЖКХ в этом доме до сих пор нет отопления. Спасает только обогреватель, который включен с утра до вечера. Дома холодно. Вот и включаем обогреватель. Счетчик мотает. А что делать? Лишь бы детям тепло было. Их тепло одеваем. Ну вот так вот и живем. Пока ждем. Работы по модернизации были начаты еще в июле этого года. Планировалось, что к отопительному сезону все будет закончено. Но наступают холода, а вот ремонт все еще продолжается. Из-за низкой температуры в квартире сырость. С такой проблемой жители дома сталкиваются первый раз. Всегда было тепло. Вот эта модернизация задержалась. Все там недолго возились. И вот это все ссорились. Дожди пошли. Крыша была еще не готова. Всякое было. Ну дети болеют. В больнице. Вот один в больнице лежит уже. КСК в доме работает. Только вот ничего сделать не может. К модернизации как такового отношения не имеет. Проронить словечко за жильцов дома не отказываются. Но вот толку от этого мало. Ну а в городском Акимате говорят, что тепло дали согласно установленному графику. Мы начали отопительный сезон с 1 октября. С 1 по 5 мы запустили все объекты соцкультбыта практически. До 10 числа мы почти 99% ко всем многоэтажным живым домам подали тепло. В этом году теплоисточники заготовили достаточный запас угля на отопительный период. Учитывая затраты услугодателей, агентство по регулированию естественных монополий по области утвердило повышение тарифа на тепло. С 1 октября он будет стоить 93,3 тенге за квадратный метр. Что касается ремонтных работ по программе модернизации, надеемся, что до наступления холодов все завершится. А вот модернизаторам или реализаторам государственной программы ЖКХ надо менять отношение к делу. Нет, у карагандинцев к ним доверие. Не стремятся они объединяться в ЖКХ. И подобное затягивание ремонтных работ лишнее тому подтверждение. В каждом населенном пункте можно найти много коммунальных проблем. Поселок Новодолинка не исключение. Жители жалуются, что у них двор всегда залит водой и канализационными отходами. А все потому, что с 1958 года им не ремонтируют систему водоотводов. В 2013 году из городского бюджета на разработку проектной сметы было выделено 6 млн 620 тенге. Главная проблема – очистные сооружения. Они эксплуатируются с 1958 года. Жалобам жителей нет предела, хотя власти делают все возможное. Народ должен понять, если они хотят нормально зиму перезимовать, должны подготовить свои дворовые колоссы. По возможности закрыть их, нанять людей, прочистить и промыть с помощью этого. По словам жителей, о помощи они просят не первый год. Но пока никаких результатов нет. Мы все лето так же, наш квартал. У нас такие маленькие дети. Вызываем бесполезно. Пока вот Акиму, Зам Акима позвоним, приедут, откачают, когда вот уже до скандала доходят. А толку, что они откачают? Они откачали, мы по разу постирались, три дня – все, у нас весь двор, у нас вот так же пройти невозможно. Да бесполезно все. И было до того лужи возле того дома, что нельзя было пройти даже, как только дети ходили. Жители наизусть знают расположение каждого колодца в поселке и учат обнаруживать колодцы своих детей. Это жизненная необходимость. Колодцы могут находиться посреди двора или рядом с домом, а прикрыты они – коврами и резиновыми листами. Очень легко по неосторожности туда упасть. Крышек от колодцев нет уже порядка десяти лет. Я и бабушку закрывали. Я на двух палках. И она вот, калека. И у нас больше нет. У меня муж тоже инвалид. И дети бегали тут. Мне пришлось половику взять. И это еще не все. На выезде из поселка вырисовывается очень неприятный пейзаж. В поселке Новодолинск колодца не единственная проблема. Пять лет назад сломался канализационный отвод. И теперь вместо поля, где раньше отдыхали жители, образовалось вот такое болото. Для разъяснения проблем мы связались с Акимом поселка Новодолинский. Чтобы решить проблему, в этом году уже ПСД разработано. В данное время находится на государственной экспертизе. По готовности госэкспертизы будут направлены бюджетные заявки на выделение средств. Сумма оценочная строительства новых очистных сооружений находится в порядке 550 миллионов тенге. Народ-то понимает, только хватит ли терпения. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Нам не на чем доехать. Жители улицы Ержаново уже не первый год жалуются на отсутствие автобусных маршрутов в их районе. В сентябре прошлого года автопарк номер 3 убрал автобусные маршруты номер 8 и номер 18, которые проходили через улицу Ержаново. Район не совсем уж остался без общественного транспорта. Неизменным остался путь 58-й маршрутки. Но, как уверяют жители, дожидаться эту маршрутку приходится не один час. А некоторые вовсе не видели того, чтобы на их улице она проезжала. Большая часть проживающих здесь карагандинцев – люди пожилого возраста. Их требования скромные. Они хотят, чтобы городские власти выделили маршрут, по которому они смогли бы доезжать до рынка и в поликлинику в Майкудуке. В поликлинику, чтобы съездить первую туда, не знаю, какой уж они там пустят. Еще нам нужен автобус на рынок. Все-таки нам нужно на рынок съездить. И все, больше нам никуда не нужно. Но никакого автобуса совершенно нет. Никакого, ни одного. 58-й, говорят, пустили. Говорят, но мы его не видим. Он ходит в час один раз. Ну, кто будет? Конечно, ни один человек не будет его ждать, потому что, ну, не знаешь, во сколько он приедет. Вот когда у нас ходила восьмерка, мы знали, через 20 минут восьмерка придет. Мы его ждали. И мы ездили. А сейчас у нас никакого автобуса нет. А как нам сообщили в автопарке номер 3, причиной, по которой убрали маршрут номер 8, в прошлом году стала большая убыточность и недостаточный спрос. Но, как уверяют давние жители улицы, в свое время люди добирались до работы на забитых автобусах. Недостатка в пассажирах не было. Ну, сначала в связи с тем, что они не оправдывают свою стоимость. Потому что, типа, ну, как вот было, да, они выполняют план. Но ходила одна восьмерка, она план выполняла, насколько водители говорили. Проблема с автобусами затрагивает и жильцов других районов. На улице Ержанова находится городской ЦОН, Каскомерсбанк, областная челюстно-лицевая больница и два государственных детских сада, куда тяжело добираться многим карагандинцам. Тем более, что в нашем краю расположен ЦОН, расположена соматологическая центральная больница, расположен Каскомерсбанк, расположен, ну, хотя бы он и бывший, но этот, как его, и сады есть, и ботанический сад. Там новые постройки, очень много больших домов. Поэтому, ну, вообще как-то забросили наш район, а у нас он очень красивый, заселенный. С появлением новых остановок и отремонтированной дороги обитатели улицы питали надежды, что, наконец-то, к ним будет приезжать новый общественный транспорт с отлаженным расписанием. Возможно, мнение карагандинцев, проживающих на улице Ержаново, отразится при изучении итогов мониторинга пассажироперевозок в городе. Кстати, для этих целей были выделены миллионные бюджетные средства, и в автобусах должны были работать счетчики. Но пока неизвестно, когда же возле этих остановок будет останавливаться желанный маршрут для жильцов. Ануар Сеидрахим, Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль Стандартная система Профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный По поручению президента страны Нурсултана Назарбаева С 1 сентября текущего года во всех регионах Казахстана Началась легализация имущества Как известно, данная акция направлена на признание государством Прав на имущество, выведенного из законного экономического оборота С целью сокрытия доходов В Карагандинской области для проведения необходимой работы Открыт 21 пункт по приему документов на легализацию И создано 18 комиссий по рассмотрению этих документов По Караганде работают 32 эксперта Для подачи заявления необходимый госакт на землю Соответствующим целевым назначением должен быть объект Направить частную собственность Плюс должно быть техническое заключение соответствующего эксперта На предмет соответствия городостроительным нормам данного объекта И конечно же само заявление и техпаспорт На сегодняшний день в Акимат за консультацией обратилось 1940 человек Заявления подали 55 человек и рассмотрено из них 10 В основном подают заявления на легализацию объектов недвижимости Которые своевременно не были введены в эксплуатацию Заявления принимаются и рассматриваются в Акимате А после их направляют в соответствующие инстанции Мы делаем соответствующие запросы и в отдел земельных отношений В центр по недвижимости по объектам На предмет соответствия тех данных Которые были представлены, указаны в техническом паспорте на объект Плюс мы делаем запросы в управление юстицией На предмет имеется ли какие-либо обременения И подлинности поданного субъекта легализации Принадлежности к этому объекту Задача легализации – вывод из тени объектов дохода Для того, чтобы ввести их в легальный оборот Лариса Хусынова, Олжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский К другим новостям Этнографическая экспедиция «Менингелем Менгалекель» Каспиден Алтайгадин прибыла в Караганду Главная ее миссия – собрать материалы про каждый регион Казахстана Однако результатом поездки должны стать не скучные отчеты, а занимательные фильмы Поэтому в составе экспедиции люди творческие, с нестандартным мышлением и собственным видением Экспедиция проводится с целью объединения казахстанской молодежи общей идеей о красотах и самобытности нашей страны Повышение патриотического настроения в обществе на основе единых ценностей мира и согласия В течение почти двух месяцев пять автомобилей казахстанской сборки проедут по всему Казахстану В каждом областном центре страны участники экспедиции проводят презентационные мероприятия, фотовыставки, отражающие туристический, образовательный и производственный потенциал региона В составе экспедиции следуют профессиональные водители, медработник, администраторы, этнограф, блогер, журналисты, фотографы – всего 20 человек Участники этноэкспедиции посетили доменный цех номер 4 акционерного общества Арселор Митталтимиртау, Караганинский государственный индустриальный университет Встречались со студентами, побывали в историко-культурном центре первого президента А перед стеллой независимости в Караганде состоялся автопарад Молодые лидеры из разных городов должны научиться сообща создавать уникальные проекты, которые могут быть интересны не отдельному региону, а всей стране То есть это первая ласточка, это первая большая экспедиция по Казахстану Я думаю, впредь это будет уже представители молодежи других регионов будут ездить точно так же, как делают это наши участники Которые сейчас готовят концерт, презентацию в области Мангустаусской, откуда все это стартовало И тогда, я думаю, наверное, все будет более сплоченно, что здесь в Казахстане То есть это добавит, это подклеснет молодых людей, действует сообща В заключении в театре имени Станиславского участники экспедиции встретились с молодежью Караганды Поделились своими мнениями о жизни в регионах Подметили, что регионы живут несколько обособленно Просто необходимо налаживать живую творческую связь между областями Кому это делать, как немолодым По окончании проекта участники экспедиции подготовят фильм и выпустят фотокнигу Где поделятся впечатлениями о поездке по всей стране В каждом городе нашей страны молодежь сможет оставить свои пожелания в карте пожеланий Выиграть тендер по госзакупкам возможно Если вовремя проконсультироваться в палате предпринимателей Карагандинской области И получить соответствующую поддержку Все очень просто Однако факты коррупции в системе госзакупок в стране, к сожалению, набирают обороты В Центр обслуживания предпринимателей начинающий бизнесмен Канад Бухарбаев пришел впервые Любая информация по возможностям расширения своего бизнеса для него важна Он занимается изготовлением фастфудов В планах поставлять в торговые точки города овощи и фрукты из южных регионов страны Проблема была в том, что не было четкого представления В каком направлении именно госзакупок Нужно мне заходить и участвовать То есть каким образом это ощущается Здесь я получил полную консультацию В Центре поддержки предпринимателей в ведении своего бизнеса помогли и компании Камеркуат Которая занимается добычей угля Для действующей компании все плюсы и минусы государственных закупок имеют немаловажное значение Специалисты компании разработали нам в очень быстрые сроки Достаточно компетентно финансовую модель, бизнес-план Которая в дальнейшем помогла нам реструктуризировать нашу задолженность То есть привлечь инвесторов Таким образом мы очень благодарны, очень довольны работой специалистов данной компании И в общем-то мы думаем, что в дальнейшем мы будем обращаться за консультацией В текущем году в региональную палату предпринимателей От местных бизнесменов поступило 403 обращений Из них 29 касательно способов проведения тендеров Государство уделяет большое внимание развитию предпринимательства Но за последние 7 лет малый и средний бизнес Во внутреннем валовом продукте страны так и не вышел за пределы 16-18% Словом, четкие задачи есть Правовая база неплохая Есть кадры Имеется потенциал Рынок Все это у нас есть Но полностью реализовать запланированно пока не удалось Условия для развития предпринимательства не дают желаемого результата В целях недопущения ошибок касательно государственных закупок В скором времени ряд вопросов постепенно будет передаваться в палату предпринимателей Карагандинской области Уже сейчас в данном направлении работы ведутся В Карагандинском государственном университете имени Евнея Букетова прошла молодежная информационная ярмарка «Моби-Инфо» На которой студенты могли узнать о государственной поддержке по приобретению жилья, получении качественного образования и трудоустройства Мероприятие организовали Центр по работе с молодежью и Акимат города Караганды По итогам социальных опросов, проведенных среди молодежи, ее серьезно интересует социальная поддержка со стороны государства Каждый желающий студент или молодой преподаватель мог получить консультацию от представителей банка «Жилстрой Сбербанк» Казахстанской ипотечной компании, отдела занятности и социальных программ города Караганды Фонда развития предпринимательства ДАМУ Абликасимов Шапагат, студент 4 курса, тоже получил бесплатную консультацию Я обратился к специалисту по бизнес-консультации Мне была оказана помощь, мне были некоторые вопросы Могу ли я участвовать в государственной программе Могу ли я вообще на что-то рассчитывать со стороны государства Для меня было приятно Очень удивительно, что государство может за меня Потом начали, а вы его лайкать Западить мой кредит То есть я получаю свой бизнес И мы сейчас находимся Информационные ярмарки очень полезны не только для студентов, но и для молодых преподавателей Ведь благодаря таким мероприятиям можно найти ответы на актуальные вопросы Касаемо социальных и молодежных проблем Это были все новости на сегодня Спасибо, что были с нами Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 Приятных вам выходных Хамазов Волонтар Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...